Судьба одного человека, который взял на себя ответственность за судьбы других. Что он, один инвалид, делает для наших бойцов, защищающих Донбасс, и чего не делает целое правительство? Подробнее Кирилл Ющишин из Херсона. Каждый день, как на работу, на инвалидной коляске, только в одну сторону 3 километра. Самому посещаемому в городе торговому центру просить милостыню не для себя, для армии. С 10 до 6, в данный момент, в летний период, до 7 часов вечера. Григория Янченко, бывшего десантника без ног, здесь знает каждый. Сотрудники торгового центра, покупатели и волонтеры за эти полгода стали его лучшими друзьями. Дело-то святое. А тот, кто занимается такими делами, он мешать, я считаю, никак не может. Люди, которые меня знают, они все, как, постоянно, постоянно. Сколько могут, столько они жертвуют. Бывает шарубель, бывает 20 рублей, бывает и 50. Всем, кто жертвует, волонтер на инвалидной коляске готов тут же показать фотоотчет, куда идут деньги. К слову, пенсионер подарил госпиталю свою инвалидную коляску. Вот здесь, сидя у входа в торговый центр, Григорий за полгода сумел собрать более 100 тысяч гривен. Херсонские волонтеры говорят, такую сумму им не приносил ни один предприниматель. За собранные Григорием деньги волонтеры уже купили несколько приборов ночного видения, теперь приобретают теплые вещи. Вольно-то мне военные говорят, нам нужно то-то, 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 то-то. Приехал, сказал, надо что-то денег, надо. Взяли, поехали. В понедельник он опять с нами в каховку едет, в час. До АТО Григорий продавал на местном рынке газеты. Сейчас вместо него на работу ходит жена. И вот здесь, на базаре, она тоже собирает вещи для солдат. Он живет этим, понимаете, ему так нравится, что вот он кому-то едет, он туда едет, помогает, ребят, видит их счастливые лица. Ради этих счастливых лиц он готов просить милостную столько, сколько понадобится. Но вот готово ли правительство посмотреть лицо Григорию? Что оно может ему сказать? Кирилл Ющишин, Богдан Иванов, телеканал Интер, Херсон.